Друзья, всем большущий привет! Вы на канале клана RedHotRussianPapers. Меня зовут Блэйм Хоффман и ближайшие 10, а может быть 15 минут я проведу вместе с вами. Дело все в том, что я хочу с вами поговорить сегодня на тему ранговых боев. Сегодня не будет никакой заставки, сегодня не будет музыки, сегодня не будет рендериться этот видеоролик. Сегодня я просто сел за компьютер, включил танки, нажал кнопку записи и начал вести с вами беседу по поводу того, что же сделала компания Wargaming и что же это за ранговые бои такие. На самом деле появились они не так давно, буквально пару дней назад стартовал этот режим. Рассказывать долго не буду, но все-таки вкратце скажу для тех, кто совсем в танке, что это новый режим. Ранговые бои, он будет играться сезонами, играется на десятках, вы играете, воюете, зарабатываете боны и на эти самые боны вы покупаете новое оборудование усовершенствованное, либо же покупаете предбоевые инструкции. Значит играется это все на определенных серверах в определенное время. В общем почитайте на форуме, если вам вдруг это все интересно. Интересно, я дошел лично до третьего ранга, затем все слил, потому что помимо того, что нужно выигрывать, нужно еще и не проигрывать. В случае, если вы проигрываете и не попадаете в топ своей команды по опыту в топ 3, вы теряете шеврон. В общем я дошел до третьего ранга и все вернулось на круги свои. Ну я потому что рак и не суждено мне видимо добраться до пятого ранга. Но дело здесь совсем не в этом. Я бы хотел обсудить вообще в целом эту идею, то как компания Wargaming в общем-то все это нам подала. Когда изначально задумывались ранговые бои, они были созданы для того, чтобы люди играли с друг с другом. И скилл этих игроков, с которыми вы играете, был примерно равным. Что же происходит на деле? На деле происходит абсолютно противоположное. Во-первых, вы играете не с равными противниками, абсолютно. Хотя бы потому, что баланс в ранговых боях, он отсутствует напрочь, его просто нету. Как балансируется техника в ранговых боях, знает один только, наверное, сатана или я не знаю. Но просто потому, что когда вас кидает против пяти тяжелых танков, а у вас в команде один тяжелый танк, то это не баланс, это непонятно что. И так играть нельзя. И ваша команда изначально обречена на поражение в таком случае. Ну, это просто я утрированно так сказал, но играть против пяти тяжелых танков, не имея вообще ни одного тяжелого танка, это немножко неправильно, согласитесь. То же самое играть против пяти эстэшек, не имея в своем составе там даже двух. И это на самом деле происходит очень часто в ранговых боях, просто сплошь и рядом. И это очень большая проблема, на мой взгляд, которую компания Wargaming не собирается, насколько я понимаю, решать. Другой вопрос, это призы. Призы, которые, в общем-то, даются за участие в ранговых боях, помимо бонов, да. Понятно, что оборудование, все это дело хорошее, что все это очень круто. Тут можно поставить, смотрите, экспериментальную систему заряжания, все будет заряжаться быстрее, пороховые газы, ну, в общем, самое крутое, я так понимаю, это стабилизация и досылатель, и вот эти газы, ну, самое такое. А, ну, конечно, оптика еще плюс 12% к обзору, конечно, как же без этого-то. В предбоевых инструкциях тоже куча всего интересного. Во-первых, есть такая фишка, которая позволяет срабатывать лампочки на секунду раньше. То есть лампочка срабатывает через 3 секунды после того, как вас увидели, а тут будет срабатывать через 2. И это базара нет, не знаю, откуда вырвалось это слово. И это, безусловно, дает преимущество. Но, чтобы все это купить, вам нужно будет очень-очень-очень много бонов. По итогу сезона, те, кто попал все-таки в первую лигу, вот те, кто счастливчики, лидеры сезона, так сказать, я вам сейчас покажу там людей, которые на первых местах находятся. Поначалу на первых местах были люди абсолютно не статисты. Но сейчас все встало на круги своя. И здесь находятся люди, которые, скорее всего, по праву занимают свое место. 70 тысяч боев, 65% побед. И это, конечно, очень сильно. Но в начале, когда я собирался только пилить этот видеоролик, там все было немножко иначе. Но не суть в этом, как бы. Суть в том, что оборудование, вот это все, которое на постоянной основе, смогут приобрести лишь единицы. И лишь избранные навсегда. Потому что оно стоит 5 тысяч. По итогам сезона, вы там, если заняли первые места какие-то, получите, по-моему, 25 тысяч бонов. Вот посчитайте. Вы сможете купить 3-4 оборудования. И его составят еще на эти самые предбоевые инструкции. Переживать, что это все оборудование попадет к игрокам, ну, не самым таким скилловым, я думаю, что не стоит. Но суть в том, что баланс, который сейчас есть в ранговых боях, он абсолютно неиграбелен. И с помощью этого баланса компания Wargaming создала такую проблему, что обычные игроки, ну, среднестатистические, они не могут просто-напросто пробиться вообще хотя бы куда-либо. И где, спрашивается, то самое обещанное, что нам давали, что каждый игрок сможет играть с противоположным себе по скиллу. Этого абсолютно нету. И это вымораживает дико. Я не говорю про то, что жесткие-жесткие минуса играют в ранговых боях, то есть по кредитам, да, потому что практически все играют на голде. Ну, то есть на десятках, на голде. Все это вливается в огромные-огромные минуса просто. Минус 20 тысяч, 30 тысяч. И для скилловиков это абсолютно не важно. Им важен азарт, им важно получить эти боны. Но для среднестатистических игроков это важно, потому что у них не выкачаны все топы, у них не валяются миллионы сейбра без дела. И для нас это реально важно. Другой вопрос еще в том, что обычные игроки, они не получили то, чего обещала компания Wargaming. Они не играют со среднестатистическими игроками, они играют против статистов очень часто, которые каким-то образом оказываются почему-то, играя с первыми рангами. Ну, то есть у них тоже первый ранг, но они статисты. Понимаете? Как бы кто ни говорил, все получилось просто наоборот. Все получилось через жопу, честно говоря, на самом деле. Что уж тут скрывать. Но давайте посмотрим. Все-таки мне удалось найти в лидерах сезона на третьей страничке игрока с процентом побед меньше 50. То есть, представляете, меньше 50. Вот я просмотрел практически три страницы. А чтобы вы знали, тут очень много. Тут 9073 страницы на каждой по 50 игроков. Наш парень находится на третьей страничке, я запомнил. Это единственный игрок, который вот мне попался. Я просмотрел всех. Тут есть люди, у которых за 100 тысяч боев. Процент побед за 60. Есть даже за 70. И это единственный игрок, который здесь имеет процент побед меньше 50. Я просто хочу вам его показать. Так. Нужно его найти. Как же его ник? Только не говорите, что я забыл. Я не мог этого сделать. Я просто не мог. Собственно, вот этот игрок с ником Амирза07. У него на аккаунте 42 тысячи боев и 49 процент побед. При этом у него средний урон 1100. Ну, в общем, достаточно такой, я вам скажу, средний статистический игрок. Как он оказался здесь, я понятия не имею. Причем топов у него в ангаре тоже достаточно мало. Но, тем не менее, у него есть объект 260. Кстати говоря, до этого я это не замечал. Но, в основном, все стандартно. Епись, Леопард, Гриль, Хевик, ФВшка и ТВП. То есть, у него нету совковых тяжей. У него нету совковых эстэшек. То есть, Т40 и прочих. Как он сюда попал, понятия не имею. Но таких игроков крайне-крайне мало. И поэтому хочется сказать и обратиться к компании Wargaming. Сделайте все-таки то, что вы обещали. Пускай среднестатистические игроки играют со среднестатистическими. Пускай не будет проблем с балансом. Сделайте вы, в конце концов, нормальные награды. Потому что, ну, что это? Вот посмотрите, так, где-то вот здесь вот там. Награды сезона. Что это? 150 тысяч кредитов за... Сколько тут нужно сыграть боев? Тут очень... Ну, тут прилично нужно сыграть боев, не проиграв при этом. То есть, если учесть, что каждый проигранный бой, фактически, если вы не попали в топ-3, это еще и потери шевроза. И за это все вы получаете всего лишь 150 тысяч кредитов. И по три ремкомплекта вы, по-моему, просто, ну, издеваетесь. Ну, 300 бонов я молчу, конечно, да, про бонусы тоже молчу, но... Ну, неужели нельзя сделать, было, какие-то солидные призы? Я не знаю, по полмиллиона кредитов хотя бы, по 300 тысяч. Здесь вообще получаете, смотрите, когда вы дойдете вот до этого всего, до пятого ранга, вы получаете самые ценные призы. Пять обычных огнетушителей, пять обычных аптечек и пять обычных ремкомплектов. Вы издеваетесь, что ли? Ну, это явно не призы. Это явно не призы, и так делать, ну, нельзя. В общем, я не знаю, будут ли какие-то изменения во втором, в третьем, в четвертом этапе и в финале. Но я надеюсь, что компания Wargaming что-то пересмотрит. Ну, хотя бы баланс, потому что, ну, это прям вот о наболевшем, так сказать. Я не буду играть в ранговые бои до тех пор, пока что-нибудь там не изменят, и хотя бы, чтобы как-то элементарно все это дело балансировалось. Если вы считаете, что ранговые бои не доделаны, что они сырые, что они поспешили, ну, можете поставить лайк, и мы посмотрим, сколько таких же единомышленников, как я. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вступайте в ряды красных русских перцев. С вами был все это время Блэйм Хоффман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok